Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре итальянское пиво Биро Моретти. Это итальянский светлый лагер. Содержание алкоголя 4,6. Объем бутылочки 330 мл. Купил я это пиво за 2 евро, короче дорого. Ну и как обычно, начнем немножко с истории. В 1859 году в городе Уден, Италия, 37-летний Луиджи Моретти решил построить свой пивовар. И уже первая бутылочка была продана всего лишь через год летом. Моретти к этому времени уже имел хорошо отлаженный бизнес в сфере оптовой торговли зерновыми, продовольствием, вином и пивом. И хорошо знал рынок и его потребности. Он хорошо разбирался в предпринимательстве, поэтому предприятие довольно-таки быстро начало набирать обороты. В 1990 году Моретти превратилась в настоящую мощную компанию, завоевавшую примерно десятую часть итальянского рынка пива. И тут в 1996 году Моретти стала частью Хайнкен. Ну и дальше рассказывать историю этого пива, я думаю, нет смысла. Давайте лучше поговорим об этикете, а если точнее, о изображении на этикете и как оно появилось. Существует одна история. Однажды в 1942 году племянник Луиджи увидел приятного мужчину, сидящего за столиком в ресторане пьющего пива. Он видел в этом человеке что-то уникальное. И он решил, что именно так должна выглядеть этикетка на бутылке пива Моретти. Лео Моретти сфотографировал мужчину и подошел к нему и спросил, что я вам должен за фотографией. Мужик же ему ответил в ответ, повторите бокальчик того, что я пил и мне будет достаточно. И с того дня образ этого человека находится на каждом лейбле Моретти. Я думаю, на этом мы остановимся. Давайте его уже пробовать. Пивная шапка образовалась очень плотной. Смотрится неплохо, красиво. Пиво абсолютно прозрачное и очень-очень светлое. Оно прям, оно очень светлое, оно такое желтоватое. Карбонизация средняя и такие пузырьки поднимаются большие, крупные. Да, наверное, какие-то итальянские модные пузырьки. На вид пиво, не знаю, ничем не особенное. Оно, мне кажется, слишком прозрачное и слишком-слишком-слишком светлое. Давайте понюхаем. Пиво очень хороший, свежий запах, аромат. Такой травянистый. И он больше солодовый, чем хмельной. Но ничего особенного пахнет обычным лагером. Но пахнет приятно, ничего отвратительного такого нет. Запах неплохой. Давайте теперь попробуем его. Вкус очень даже неплохой. Я бы даже сказал приятный. Такой вкус хорошего лагера. Если его так с чем-то сравнивать, то он похож на хайникен, только немножко слабее. Такой, можно сказать, разбавленный хайникен. Травянистость его немножко похожа на бэкс для меня. Я давно уже бэкс не пил, но сейчас я ощущаю какое-то такое сходство с пилом бэкс и с разбавленным хайникеном. Пиво такое водянистое, легкое. Очень легко пьется. Чувствуется немножко сладость. В конце немножко такая есть горечь и такой хмельной немножко выхлоп. Об этом пиве ничего особенного не расскажешь, потому что пиво довольно-таки простое, обычное, водянистое и лагерное. Оно не слишком отличается от других лагерных сортов пива, премиумных лагеров. Но за такую цену, что я его купил, можно найти 2, а то и 3 бутылки пива со схожим вкусом. Мое мнение, что оно не стоит столько денег. Вкус хороший, вкус приятный, но оно слишком дорогое. Это не крепкое пиво, поэтому его можно пить чуть ли не каждый день. В обед можно его выпить, можно выпить за ужинами. Или даже просто с друзьями хорошо посидеть, провести время, выпить такой легкий, легкий, классный, вкусный лагер. Но опять же, если у вас есть деньги. А если у вас нет денег или вы не хотите тратиться, можно купить подешевле пиво с очень похожим вкусом. Я бы даже сказал бы таким же. Это пиво не вызывает желания закусить, оно хорошо утоляет жажду, но к этому пиву хорошо подойдет, конечно же, итальянская кухня. Такие блюда, как ризотто, пицца, макаронные изделия с белым мясом и свежим сыром. Вкус у него очень приятный, пиво мне понравилось. Оно свежее, с легкой горчинкой в послевкусии, пьется оно легко. В нем присутствует то, что необходимо обычному премиум лагеру. Одноразовая покупка и проба этого пива, да, возможно. Но каждый день его покупать и пить, переплачивать деньги просто непонятно за шоу, я не вижу смысла абсолютно. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся, не забываем нажимать на колокольчик, ставим лайки, кому понравился этот обзор. Увидимся в следующих выпусках. Пока!